Итак, уважаемые коллеги, таргетная терапия. Основной целью любого противоопухолевлечения, включая и таргетную терапию, то есть терапию, которая направлена на определенную молекулярную мишень и тем самым способствует увеличению эффективности проводимой терапии, целью любого противоопухолевлечения является увеличение продолжительности жизни пациентов и улучшение их качества. Следует сказать, очень интересная фраза, написана американскими исследователями в журнале Lancet, который свидетельствует, что пациенты имеют самый лучший результат, когда они получают самую лучшую терапию в первую очередь. Всегда есть риск, что пациент не сможет получить последующие линии терапии из-за быстрого прогрессирования. И сегодня уже говорил Евгений Наумович, действительно, с появлением теразинкинас в лечении больных раком легкого открылась новая эра в лечении пациентов с данной патологией. На сегодняшний день зарегистрировано три препарата в Российской Федерации. Это гифетиниб с торговой названием РЛС, эрлотиниб тарцева и афотиниб геотрив. Впервые мы с применением ингибиторов теразинкинас увидели быстрый клинический эффект, который подобен синдрому Лазаря. Это синдром Лазаря или воскрешение Лазаря основан на библейском сюжете, когда Христос позвал уже умирающего, умершего Лазаря, и он воскрес. Так вот, применение теразинкинасных ингибиторов уже через первые сутки, двое-трое суток оказывает выраженный клинический эффект. Наверное, впервые за последнее время мы наблюдали такие эффекты. Таким образом, основные показатели эффективности лечения теразинкинасными ингибиторами, улучшение качества жизни, оно, конечно, достижимо. Но еще основной целью и основным показателем эффективности лечения, конечно, является эта общая выживаемость и время допрогрессирования. На сегодняшний день проведено, казалось бы, не так много лет прошло с появлением первого ингибитора теразинкиназа для лечения больных немелкоглеточным раком легкого, но чуть более 10 лет. И, тем не менее, проведено, посмотрите, уже сколько рандомизированных крупных международных исследований, которые доказали, что есть влияние на частоту объективного ответа, на длительность безрецидивного периода. Однако не доказано, применение этих препаратов не доказали увеличение общей выживаемости пациентов. И вот появлением нового препарата второго поколения, геотрифа, а сегодня о нем уже говорил Евгений Наумович, который является необратимым ингибитором семейства рецепторов РББ, открывается еще новая ступень в лечении больных с немелкоглеточным раком легкого с аденокарциномой с наличием мутации ИГФР. И вот именно особенность препарата, то, что он может ингибировать несколько рецепторов данного семейства, оно как раз сказывается на эффективности препарата. И следует отметить, что ингибирующая концентрация препарата в несколько раз ниже по сравнению с непрямыми ингибиторами тирозин киназ, что оказывает свое действие в клиническом применении. Как видите, на сегодняшний день существует определенная программа клинических исследований препарата афетениб при раке легкого. Они называются ЛАКСЛАНГ. И, как видите, их достаточно много. В основном, конечно, применяются эти программы при аденокарциноме. Однако есть исследования, которые проводятся при применении афетениба при проскоклеточном раке легкого. Все они имеют название ЛАКСЛАНГ 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И мы с вами остановимся на тех основных, которые имеют практическое применение. Регистрационным исследованием, которое позволило говорить о эффективности афетениба как препарата, который влияет на общую выживаемость пациентов, стало исследование ЛАКСЛАНГ 3 и ЛАКСЛАНГ 6. Применяли афетениб в данном исследовании. Данное исследование следует сказать, что включало достаточно большую когорту пациентов, более 700. Рандомизация шла по принципу смешанной популяции и азиатской популяции, в зависимости от наличия мутации, мутации те частые, о которых говорил Евгений Наумович, 19-х зон или 21-й, и редкие мутации. Больные делились по своей стратификации, либо они получали химиотерапию, причем смешанная в ЛАКСЛАНГ 3, смешанной популяции, больные получали препарат цисплатин с пиметрикседом, препарат, который зарегистрирован в Европе и в Штатах. А вот в исследовании ЛАКСЛАНГ 6 химиотерапии проводились гемцитабины. Дело в том, что пиметриксед в Китае не зарегистрирован, поэтому применяли гемцитабин. И основная часть, где-то 2-3 пациентов получали афетениб в стандартной дозе 40 мг в день. Причем, если переносимость была удовлетворительной, доза повышалась до 50 мг. И основной целью данного исследования являлось определение влияния применения афетениба на безрецидивную выживаемость пациентов. И вторичной и конечной точки была общая выживаемость, частота объективных ответов, безопасность, качество жизни и другие показатели. Какие же пациенты были включены в данное исследование? Как видите, в основном это были женщины, то, что чаще встречается наличие мутаций у женского пола. Это были в основном женщины азиатского, азиатского происхождения. Европейдная раса была представлена в меньшей степени. Чаще всего больные, включавшиеся в это исследование, не курили. И, как видите, по составу мутаций в образцах опухоли были представлены разные виды мутаций. И частые мутации делятся в 19-й зоне, и точковые мутации 858Р, а также и другие редкие мутации. Что же показало это исследование влияние афетениба и химиотерапии на безрецидивную выживаемость? Посмотрите, достаточно наглядно показано, что применение афетениба у пациентов как в исследовании ЛАКСЛАНК-3, так и в ЛАКСЛАН-6 приводило к повышению безрецидивной выживаемости у пациентов. И количество больных на 12 месяцев лечения составляло почти половину. В то же самое время применение химиотерапии было значительно менее эффективно, и время без прогрессирования процесса было значительно ниже. То же самое можно сказать, подтвердить, что более эффективно отмечалось повышение времени без прогрессирования процесса у больных с частыми мутациями по сравнению с мутациями, которые встречаются реже. И здесь еще раз показано, что, как видите, применение афетениба у больных с мутациями в телеции 19-й экзоны было почти в два раза выше, чем применение химиотерапии. И то же самое точковая мутация применения афетениба была выше, чем при применении химиотерапии. Если посмотреть анализ времени без прогрессирования, выживаясь без прогрессирования в подгруппах пациентов с частыми мутациями, то тоже видно, что, конечно, преимущество однозначно выделяется в группе пациентов, которые получали афетениб по сравнению с группой пациентов, которые получали химиотерапию. Таким образом, проведенные исследования ЛАКСЛАНГ-3 и ЛАКСЛАНГ-6, это была независимая оценка, показала, что применение афетениба по сравнению с химиотерапией приводит к увеличению выживаемости без прогрессирования. А есть ли влияние применения тирозинкина со второго поколения афетениба на объективный ответ? Да, и как вы видите, здесь, конечно, также достаточно демонстративно показано, что применение афетениба по частоте объективного ответа достаточно превышает эффективность при применении химиотерапии. Причем уже к дате первой оценки опухоли у большинства пациентов можно было оценить объективный ответ. И здесь на этом слайде еще раз показана частота объективных ответов при применении химиотерапии и применении таргетных препаратов, то есть ингибиторов тирозинкиназа, как видите, в столбике серого цвета. Они намного короче, то есть это свидетельствует об эффективности химиотерапии по сравнению с глупыми столбиками, которые свидетельствуют об эффективности афетениба. То же самое мы видим общего… да, еще мы остановились на эффективности объективного ответа. И самый главный вопрос, который волнует и который показал, это влияние на общую выживаемость. Как видите, на данном слайде показано влияние применения афетениба при немелкоперечном раке легкого у пациентов с частыми мутациями. И здесь очевидно, что при именно мутации в 19-й экзоне выживаемость пациентов выше по сравнению с тем, что наблюдается при точковой мутации. И вот это сравнение будет показано несколько дальше. Если посмотрите медианы общей выживаемости пациентов в группе, которые получали афотениб в дилеции в 19-й экзоне, как видите, эффективность достигла медиана общей выживаемости достигла почти 3 года, 33 месяца и 3 десятые, и в исследовании ЛАНГ-6 31 месяц. Причем, посмотрите, прибавка в общей выживаемости. Одно исследование подтвердило, что это целый год, и во втором исследовании чуть больше 13 месяцев. Конечно, влияние на общую выживаемость было показано при применении тирозинкинастных ингибиторов впервые на этих исследованиях, что послужило дальнейшему применению препарата и его регистрации. Здесь показан объединенный ответ выживаемости пациентов с мутациями. Посмотрите, вот я вот говорила, если мутация 19-й экзоне, сегодня этот слайд уже показывал Евгений Наумович, то выживаемость пациентов, общая выживаемость пациентов, она значительно выше, как и в группе афотениба. При химиотерапии она несколько ниже. А вот в точковой мутации медиана общей выживаемости она практически одинакова, что при применении афотениба, что и при применении химиотерапии. И несколько слайдов, посвященные применению препарата афотениб при поражении головного мозга. Достаточно часто мы видим этих пациентов, и это, конечно, достаточно могут быть и тяжелые пациенты. А с другой стороны, мы видим пациентов, у которых еще не проявляются, нет клинических проявлений заболевания, но тем не менее встает вопрос, как этих пациентов лечить. Так вот, в исследовании ЛАКСЛАНГ-3 было выявлено 35 пациентов с поражением головного мозга, и часть пациентов получала афотениб, и часть пациентов получала химиотерапию. В численном отношении было показано, что применение афотениба позволяет достичь общей выживаемости в 11 месяцев, время переспрогрессирования, извините, а при химиотерапии 5 месяцев. Однако, статистически эти данные не подтвердили своей значимости, и можем говорить только о тенденции к улучшению времени без прогрессирования у пациентов с метастазами головного мозга, пациентов, которые получают афотениб по сравнению с химиотерапией. Однако есть еще одно исследование, достаточно большое, здесь пациенты получали афотениб в качестве благотворительного воздействия, но достаточно большое количество пациентов, посмотрите, 541 пациент, причем 100 из них имели поражение головного мозга. И почти преимущественное количество больных, почти 70%, имели симптомы поражения головного мозга, то есть достаточно серьезные и тяжелые пациенты. Мутация ИДЖФР отмечалась у 74 пациентов больных. Так вот, на фоне приема препарата афотениб общий ответ составил 42%, серебральный ответ – 35%, и контроль за заболеванием практически у большинства пациентов – 80%. Долго или нет говорить о продолжительности ответа 4 месяца? Думаем, что да, если учесть то, что пациенты получали уже далеко не первую и не вторую линию лекарственного лечения. 4 месяца продолжительности ответа при общей выживаемости почти 10 месяцев. И я останавливалась уже на том вопросе, что препарат имеет низкую ингибирующую концентрацию. Так вот, есть данные о том, что препарат, о проникновении препарата афотениба в церебральную жидкость, и описаны клинические случаи при удачном применении препаратов с поражением больных в центральной нервной системе, у которых удалось добиться хорошего ответа. Еще следующие вопросы, которые волновали исследователи, это вопрос, например, можно применять афотениб при прогрессировании процесса, при неудаче применения химиотерапии и ингибиторов тирозинкеназ первого поколения. И вот исследование ЛАКСЛАНГ-5, достаточно крупное исследование, крупномасштабное, оно показало, что, как видите, применение препарата афотениб у пациентов, которые уже когда-то получали лечение ингибитором тирозинкеназ и получали химиотерапию. Так вот, комбинация афотениб с поклитокселом, медиана выживаемости пациента безрецидивной выживаемости, она выше в два раза по сравнению с пациентами, которые получали химиотерапию. То есть это говорит о том, что можно пациентов лечить и пробовать лечить при неудаче лечения на фоне предыдущих линий лечения. И частота объективного ответа была почти в три раза выше в группе пациентов, которые продолжали получать вместе с химиотерапией, с таксолом, ингибиторы тирозинкеназа второго поколения, то есть афотениб. Еще вопрос, который возникает и который подтвердил свою значимость, это применение афотениба при плоскоклеточном раке. Вот этому вопросу было посвящено другое исследование, ЛАКСЛАНГ-8, в котором сравнивалось применение двух ингибиторов тирозинкеназа первого поколения второго, афотениба и эрлотениба, как вторую линию лечения при плоскоклеточном раке. Но, как видите, достаточно красочно также показано общую выживаемость смотрели у этих пациентов, и на рубеже шести месяцев более 60% были живопациентов из группы афотениба по сравнению с 50% в группе эрлотениба. Через 18 месяцев 22% и 24%. Может быть, это не такой и большой процент, однако разница здесь очевидна, и она статистически значима. И вот на следующем слайде показан объективный ответ на лечение больных при плоскоклеточном раке. Как видите, объективный ответ невелик. 5%, 5% и 2,8%. Но, однако, контроль за заболеванием 50% у пациентов, которые получали эрлотениб, и 40% у пациентов, которые получали эрлотениб. Посмотрите длительность ответа на лечение 7 месяцев и 3,3,7 месяцев. Разница, конечно, очевидна. И то, что мы говорим о лечении пациентов уже таких вот нестандартного характера, мы говорим о плоскоклеточном раке, тем более пациенты, которые уже получали первую линию лечения, конечно, такие данные, они интересны и заслуживают внимания. Что же пациенты получали уже после окончания лечения? Конечно, вопрос, который беспокоит всегда и клиницистов, и исследователей. Получали лечение разное. Либо получали химиотерапию пациенты в зависимости от обеспечения, либо получали ингибиторы тиразинкиназа. И вот интересный, конечно, вот этот слайд, который свидетельствует о том, что, конечно, от обеспечения препаратами о возможности применения современного лечения можем говорить о общей выживаемости пациентов. И, конечно, если мы используем все возможные арсеналы, выживаемость пациентов, она становится, конечно, намного выше, чем в тех случаях, когда этой возможности нет. И, конечно, всегда возникает вопрос, а насколько реально, насколько возможно обеспечивать современными, но достаточно дорогостоящими препаратами наших пациентов. Вопрос о клинико-экономических проблемах вышли в свет две статьи. Одна статья была напечатана совместно с фармакоэкономистами нашего Санкт-Петербурга, с профессором Колбином. Другое исследование включало тоже и наших исследователей Сергея Владимировича Орлова и исследователей из Москвы. И вот эти все исследования показали все-таки, что терапия больных с немелкоклеточным раком легкого с мутацией ИДЖФР, особенно в делеции 19, препаратом афотениб в первой линии лекарственного лечения в условиях российского здравоохранения, является максимально клинически эффективной и экономически целесообразной. Конечно, это вопрос не сегодняшней конференции, и не хотелось бы на этом заострять внимание. Я думаю, что это, конечно, вопрос и социальный, но, тем не менее, думаю, что на определенном этапе это возможное решение вопросов. И думаю, что над этим стоит работать. Итак, показания к применению афотениба – это монотерапия пациентам, которые ранее не получали ингибиторы теразинкиназа для лечения больных с местно распространенным или метастатическим процессом больные с немелкоклеточным раком легкого с наличием мутаций ИДЖФР. Это то, что написано в инструкции, и то, на что будут обращать внимание, особенно чиновники, подписывая разрешение на дорогостоящие препараты. И хочу еще остановиться на таком небольшом вопросе, акцентировать внимание, что эти препараты, теразинкиназы, как и все другие, это амбулаторные препараты, это таблетированные препараты. Пациенты будут находиться на амбулаторном лечении, приходить к доктору только тогда, когда это будет необходимость. Поэтому, назначая тот или иной препарат, в частности афотениб, конечно, доктор должен быть достаточно осведомлен о действии препарата, о возможных негативных явлениях, о чем уже Татьяна Юрьевна будет останавливаться в своем докладе и инструктировать, конечно, об этом больного. И препарат афотениб, как и другие теразинкиназные ингибиторы, он включен в рекомендации как НССН, так и в европейские стандарты, и в наши стандарты русско. На сегодняшний день существует русско-14 года действующая, но вот сейчас будет конференция в Москве, очередной конгресс, который подтвердит уже следующие рекомендации. А если говорить о НССН, посмотрите, третья версия 2015 года, сколько изменений происходит и какие могут позитивные изменения, мы думаем, нас ждать. Так вот, об этом как раз и говорит этот слайд, что в настоящее время идет разработка по третьему уже поколению ингибиторов теразинкиназ, и их список, видите, достаточно большой. И один из препаратов под прицелом обследования фирмы, которая проводит сегодняшнее исследование Берингера-Ингельхайм. Как видите, препараты тоже достаточно эффективны, и их можно применять при наличии вот той мутации Т790М, которая характеризуется как резистентность к ингибиторам теразинкиназа первого поколения. То есть впереди нас еще много ждет открытий, и на этой позитивной ноте хочется остановиться. Еще раз напомнить, что первое поколение ингибиторов ИГФР не показало влияние на общую выживаемость, а афотиниб явился первым ингибитором теразинкиназа, который увеличивает общую выживаемость, особенно обратить внимание на больных с мутацией ИГФР в 19-й и экзоне, и безрецидивную выживаемость при частых мутации. И, конечно, применение афотиниба целесообразнее, конечно, в первой линии лечения по сравнению с платиносодержащими режимами. И думаю, что та дорога, по которой мы идем, все-таки нас приведет к позитиву. Спасибо большое. Спасибо. Какие вопросы? Тогда, если можно, я начну. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки, если так сказать, у нас две мутации. С 19-м экзоном, наверное, достаточно убедительно выглядит, что действительно лучше начинать с ингибиторов теразинкиназа. А как быть с 858-м кадоном? Я сошлюсь на Владимира Михайловича Моисеенко, который, в общем-то, возглавлял первое исследование по теразинкиназным ингибиторам, которое я показывал, и которое ссылается на опыт наших коллег из Франции. Они говорят, в реальной-то жизни, когда не клиническое испытание, а когда реальные пациенты. Те пациенты, которые начали лечиться ингибиторами теразинкиназа, они попросту не доживают до химиотерапии, потому что, когда у них начинается прогрессирование, то у них уже химиотерапии нельзя делать. И поэтому во Франции пациентов с мутациями лечат сначала химиотерапию, а потом ингибиторами теразинкиназа. Ну, более того, все-таки, посмотрите, если посмотрите на кривые, они одинаковые на афотенибе. Да, действительно, они одинаковые по общей выживаемости, если мутации не диверсифицировать. Я согласен, если взять 19-ю дилетцию, она чаще бывает, там улучшается продолжительность жизни. Но при 858-м кадоне она же ухудшается, а не улучшается, пусть и статистически недостоверна. Вот у вас сегодня пациент с мутацией в 858-м кадоне. Что вы вначале назначите? Ну, Евгений Намыч, уважаемый, да. Наверное, здесь нужно принимать во внимание многие факторы и возможность обеспечения препаратов. Конечно, если бы было все, ведь время до прогрессирования, выживаемость без прогрессирования, тоже достаточно важный фактор. А при 858-м дилетции, точками мутации, ведь тоже эффект неплохой. Время выживаемость без прогрессирования. Почему нет? Почему нет? И общий ответ неплохой. Это все-таки частая, она относится, эта мутация, к частым мутациям. Поэтому если бы был препарат, да. Плюс еще можно видеть быстрый клинический все-таки эффект. То, что мы видели вот с Владимиром Михайловичем, это, конечно, поразило. Поразило. Поэтому здесь бы думаешь, как лучше поступить. Но все-таки при наличии мутации, это как ключ к замку. Все-таки лучше пробовать с того метода лечения, который обеспечивает наибольшую эффективность. Даже рейд-респонс имеет значение, потому что для пациентов качество жизни на сегодняшний день. Химиотерапия эффективности, ее низка. Наверное, максимально, ну, где-то 40%, если на круг убрать. Токсичность достаточно высока. И будет ли ответ у данного пациента, это вопрос. Но тут очень много вопросов встает уже такого социального порядка. Поэтому индивидуально, конечно, решать. Но я все-таки на стороне современных препаратов с обещающими возможностями. Хорошо, хорошо. Спасибо. А если взять фармакоэкономику? Ну, допустим, для Дилеца в 19-м экзоне это выглядит достаточно убедительно. А для замены в 858-м кадоне? Я вот не помню, делили или не делили. Мы в своем фармакоэкономическом исследовании в целом смотрели наличие мутации и частоту мутации при применении гефетиниба. И тогда наше исследование показало, что это дорого. Мы не отрицаем, что это дорого. Но это допустимо для российского здравоохранения. Потому что затраты на препарат не превышают трехкратное увеличение валового дохода на душу населения. В этом и смысл. Насколько вникают наши организаторы здравоохранения в это, не могу сказать. Но все-таки исследования и вот эти два показали, что это возможно. А потом мы же помним, это не мы еще сказали, это сказали представители ВОЗ, что ни одно государство никогда не покроет затраты, запросы здравоохранения. Об этом помнить нужно. Это еще сказано было в 90-е годы, в 90-е или 80-е годы. Поэтому решать вопросы здесь не только докторам нужно. Но, наверное, каждый пациент, в том числе и Российской Федерации, имеет право как аккуратный налогоплательщик, как гражданин своей страны, чтобы получать современные препараты. Одно дело, что очень много других проблем и наши возможности здравоохранения, они низки. Но нужно, наверное, садиться за стол переговоров и думать все-таки. Вот то, что Вы показали, частота мутации в зависимости от возраста, это ведь тоже какое-то решение проблемы. Какие это пациенты, молодые и немолодые. Я понимаю, что это может быть несколько неэтично, но тем не менее какую-то тактику, может быть, здесь тоже вырабатывать. Хорошо, спасибо. Спасибо.